Приехал ночью, ночью и начал заливать фундаменты. Вот и весь скат. Обычная анапская схема. Ночью приехать и налить. Речь о скандальной стройке на пересечении улиц Крымской и Астраханской, где собственник ведет строительство коммерческого объекта в разрез закону. Для борьбы с хаотичной застройкой в помощь администрации готовы подключиться общественники. Чтобы оказать помощь в этой сфере и анархии, и классно-развития, нужен общественный контроль. Мы готовы общественно взять на себя эту функцию. Идею создания общественного контроля в мэрии поддержали. В зале представители общественных организаций и ТОСов. Именно они подняли тревогу, когда в конце минувшего года возле остановки на центральной улице началось строительство торгового комплекса. Один участок земли здесь передали в собственность по решению суда в 2012 году, второй в 2015. В 2017 году суд разрешил реконструкцию объектов. Но при оформлении документа была допущена ошибка. Естественно, администрация в новом составе увидели допущенную ошибку, что решение было не на строительство, а на реконструкцию. И в январе, 23 января, постановлением администрация отменила то разрешение на строительство. В настоящий момент идут суды. Бизнесмен предпринимает все возможное, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Но в администрации намерены отстаивать позицию жителей. На этом месте вообще должен быть фонтан, или стелла, или склир, лавочки вокруг. Но эта въездная группа в город, ее и так нету, как в деревню заезжаешь сюда. Понимаете? И никто не хочет слышать. Вот ему хочется вот так, или кому-то вот так, и все. Законодательство есть законодательство. Решение судов никто не отменит. Мы со своей стороны все инстанции, которые надо, будем опроходить. Но суд есть суд. По словам Юрия Полякова, две резонансные истории со строительством не первые, но явно не последние. Предстоит немало работы. Общественники, главу муниципалитета поддержали. Я хочу передать мнение большого количества граждан, с которыми мне приходится общаться. Люди в вашей работе действительно видят настоящего хозяина. Пройдет некоторое время, и люди поймут, согласятся, и у вас будет еще больше единомышленников. Сейчас их много, но их будет больше. Сегодня необходимо сохранять места под детские сады и школы до момента, когда муниципалитету выделят деньги из вышестоящих бюджетов. Объектов коммерческого назначения в Анапе предостаточно, и в этой части гораздо перспективнее повышать уровень сервиса, чтобы брать не количеством, а качеством. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.